Тенистый микрорайон в советском районе города Воронежа. Расположен на левом берегу реки Дон. Жилой фонд микрорайона составляет 5, 9, 10-этажные дома, а также 1,6-этажный дом и частные строения. Предприятия и учреждения, которые входят в состав микрорайона. Это Воронежский тепличный комбинат производства овощеводческой продукции, Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер, Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Натальи Сергеевны Похвесневой, средняя общеобразовательная школа номер 84, детский сад номер 119, Мечта. На востоке от микрорайона Тенистый находится военный аэродром Балтимор. До недавнего времени в поселке также находилась база отдыха Алеандр. Вблизи поселка находится сосновый бор и лиственный лес. В период Великой Отечественной войны, летом 1942 года, поселок Тенистый был местом кровопролитных боев. В начале июля 1942 года немецко-фашистские войска форсировали реку Дон и начали наступление на Воронеж. На этом участке обороны города сражались воины 498 полка 232-й стрелковой дивизии. Перед командиром полка майором Ермолаевым стояла задача любой ценой сдерживать натиск превосходящих сил противника на пути следования к Воронежу. В результате кровопролитных боев советские войска были вынуждены отступить. Полк имел боевое охранение и был усилен дивизионом 425-го артиллерийского полка майора Панкова. Ерманское командование сосредоточило на участке обороны 498-го стрелкового полка, занимавшего территорию от поселка 1-го мая до села Малышево, значительные силы. Мотопехотные и танковые части немецко-фашистских войск, поддерживаемые авиацией и артиллерией по численности и обеспечению в несколько раз превосходили воинские подразделения 232-й стрелковой дивизии. В результате кровопролитных боев советские войска вынуждены были отступить. 6 июля 1942 года немецко-фашистские войска прорвали оборону в нескольких местах и вошли в юго-западные окраины Воронежа. Батальоны, роты, отдельные группы бойцов 498-го стрелкового полка вынуждены были вести бой изолированно друг от друга и отходить в разных направлениях. При этом они оказывали жесточенное сопротивление наступающим силам противника, и многие из них погибли. Воинов, погибших в боях у поселка Тенистый, хоронили в братской могиле, получившей впоследствии регистрационный номер 409. Похвестнёва Наталья Сергеевна. С именем этого человека напрямую связана деятельность Воронежского противотуберкулезного диспансера. Родилась она 26 августа 1905 года, умерла 21 августа 1988 года. Это врач, фтизиатор, организатор здравоохранения, заслуженный врач РСФСР 1964 года. Окончила медицинский техникум в городе Орёл в 1934 году. Также лечебный факультет Воронежского государственного медицинского института в 1939 году. Работала в больницах Слободы-Калач, города Орёл, главный врач Воронежского противотуберкулезного диспансера с 1947 года по 1977 год. Организатор строительства нового корпуса в поселке Тенистый в 1975 году внесла значительный вклад в прекращение эпидемии туберкулеза в Воронежской области. Она создала лучшую в стране противотуберкулезную службу и в городе Воронеже, и в сельских районах. Организовала работу по профилактике и раннему выявлению туберкулеза, что повысило эффективность лечения больных. Всегда стремилась внедрять новейшие достижения в тезиатрической науке. И одна из страшных болезней в Воронежской области была почти изжита. Доктор Похвестнёва была очень непредсказуемым человеком. Был такой случай. В 1970 году в кабинете министра химической промышленности СССР Похвестнёва показывает список министру, в котором перечислены отрасли промышленности Воронежской области и процент больных туберкулезом. Ясно, что именно в химической промышленности, особенно на заводе СК-2, их более всего. Наталья Сергеевна просит министра помочь в строительстве противотуберкулезной больницы, ибо в Воронежской области средств не хватает. Министр резко отказывает, возникает спор, но отказ категоричен и просительница уходит ни с чем. На утро до начала рабочего дня она вновь появляется в министерстве, говоря охранникам и уборщице, приводящие в порядок кабинет министра, что ей назначено время для встречи с ним. Оставшись одна, она забирается за диван. Ничего не подозревающий министр входит в кабинет, и вот тут из-за спинки дивана появляется просительница. Как вы сюда попали, и что вы здесь делаете, изумлению министра нет предела. А я не уйду отсюда, пока вы не дадите денег на строительство больницы. И не выдержал стройкий министр. Насмеявшись в волю, он все же уступил просьбе, и средства были выделены. Также на собрании областного актива, где присутствуют руководители крупных промышленных предприятий, колхозов и совхозов, обсуждаются вопросы состояния здравоохранения и меры по его улучшению. Наталья Сергеевна снимает с головы врачебный колпак и обходит всех по кругу. Клади сюда обязательства, сколько денег выделяешь на строительство областной противотуберкулезной больницы. И клали сраженные такой необычной формой просьбы, и выполняли потом свои обещания. Трудно ведь было при всех отказать. В 1947 году, после повторного повышения квалификации, уже в московском НИИ туберкулеза, под руководством академика Рабухина назначена на должность заведующей воронежским областным противотуберкулезным диспансером, который возглавляла три десятка лет. И за эти 30 лет было сделано ею много для украшения туберкулеза. Ее невероятные энергии, замечательный организаторский талант вызывали и вызывают почтительное восхищение. Память о ней у воронежцев осталась навсегда, и прежде всего, возведенной туберкулезной больницей в поселке Тенистом на 665 коек, которая вошла в комплекс областного клинического противотуберкулезного диспансера, названа именем заслуженного врача России Натальи Сергеевны Похвесневой. В 1973 году в городе Воронеж был создан совхоз «Советский» и введены в эксплуатацию первые 6 гектаров блочных зимних теплиц для выращивания овощных культур. С учетом всесезонного постоянного роста покупательского спроса на свежие овощи, постепенно стали увеличиваться и хозяйственные площади. На сегодняшний день это сельскохозяйственный производственный кооператив «Воронежский тепличный комбинат», один из ведущих производителей овощных культур в Центрально-Черноземном регионе, имеющий 30 гектаров теплиц, цеха по выращиванию и переработке овощей, свою биофабрику по производству энтомофагов, агрохимическую лабораторию. «Воронежский тепличный комбинат» – ведущий производитель овощных культур в закрытом грунте. Круглый год на предприятии выращивается более 15 видов экологически чистых овощей с пониженным уровнем нитратов. Об этом свидетельствуют сертификаты удостоверения качества, которые выписываются на каждую партию овощей. В настоящее время на Воронежском рынке предлагается очень маленький ассортимент зеленых культур, особенно в зимне-весенние периоды. Чтобы решить проблему ежедневной поставки зеленых овощей, салат, петрушка, укроп, базилик, кинза, независимо от времени года, Воронежский тепличный комбинат ввел в эксплуатацию конвейер по их выращиванию методом проточной гидропоники. Продукция комбината пользуется успехом у покупателей близлежащих городов, а также и Москвы. Спрос на зеленую культуру растет не без основания, ведь наша зелень в готовом виде – это несколько тщательно очищенных растений, растущих в горшочке с торфом и упакованных в фирменный пакет. Такая форма позволяет покупателю рационально расходовать зелень и получать абсолютно чистый продукт. Тепличный комбинат занимается выращиванием цветочных культур, лилий восточных, хризантем, роз. Воронежский тепличный комбинат имеет две лаборатории – агрохимическую и биологическую. Агрохимическая лаборатория обеспечивает полный и грамотный контроль за состоянием почв и питанием растений. Для этого она оснащена новейшим агротехническим оборудованием. В биолаборатории разводят полезных насекомых – энтомофагов. Они помогают защищать растения от вредителей и выращивать продукцию без применения химических средств. В 1979 году в загородной зоне построено здание городской психиатрической больницы на 660 коек в поселке Тенистый. В 2004 году был образован православный приход храма святителя Антония, архиепископа Воронежского и Задонского. Почитание этого подвижника архиерея началось еще при жизни и сразу широко распространилось не только среди жителей Воронежской губернии, но и за ее пределами. Сам преподобный Серафим Саровский называл в духе владыку Антония своим старшим братом. Известны случаи, когда тяжело больным и нуждающимся в небесной помощи людям, святитель Антоний являлся во сне вместе с двумя своими святыми предшественниками по кафедре святителями Митрофаном и Тихоном. 4 марта 2005 года на территорию, отведенную под храм, был перевезен и установлен железнодорожный вагон, переоборудованный под храм, пожертвованный новообразованному приходу протеереем Владимиром Кирилловым, как временное богослужебное помещение, где уже с 5 марта 2005 года стали проходить первые регулярные богослужения. Силами прихожан в вагоне смонтировали отопление и стены утеплили. В начале молящихся было около 10 человек, потом число их возросло. В течение двух с половиной лет оформлялся земельный участок под строительство, готовился архитектурный проект. Земельный участок площадью 0,56 гектар находится в срочном пользовании на 20 лет. Главный архитектор проекта храма Анатолий Григорьевич Федорец и архитектор Ольга Андреевна Карпова пожертвовали чертежи. В марте 2008 года приступили к практическим работам и к концу лета монтаж фундамента храма был закончен. 23 мая 2009 года закладной камень новостроящегося храма был освящен митрополитом Воронежским и Борисоглебским Сергием. В течение 2009 года были смонтированы бетонный пол цокольного этажа храма и межэтажное перекрытие, которое служит утепленной эксплуатируемой кровлей. Поставлены дверные и оконные блоки, проведено автономное отопление с котлом на жидком топливе и установлен временный иконостас. С 4 декабря 2009 года богослужение совершается в цокольном этаже каменного храма. 22 апреля 2010 года в помощь настоятельному на приход назначен второй священник Иерей Александр Быковский. С сентября 2011 года начато строительство верхнего храма. В 2013 году возведены стены храмовой части на 75%. Смонтирована утепленная кровля, трапезные части храма, помещений и колокольни. При храме действует воскресная школа, проводятся уроки церковно-славянского и английского языка, занятия в кружке авиамоделирования. Для тех, кто готовится к таинству крещения, предусмотрены еженедельные огласительные беседы. Вниманием православной общественности пользуется приходское православное культурно-информационное иллюстрированное издание «Вестник Антониевского храма».